Вам потребуется всего 5 секунд. Уверен, вы уже много раз слышали о том, как разные известные личности рассказывают о своих так называемых утренних ритуалах, которые помогают им добиваться выдающихся результатов. Например, Тим Кук, генеральный директор Apple, просыпается в 4 утра, в то время, когда большинство людей еще спят. Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group, который недавно слетал к границе с космосом на своем ракетоплане, любит заниматься серфингом на рассвете. Роберт Айгер, председатель совета директоров Уолл Дисней, встает в 4.30 утра и использует это свободное время для того, чтобы почитать газеты, заняться спортом, послушать музыку и разобрать электронную почту. Но есть и исключения. Например, Джефф Безос любит с утра хорошенько отдохнуть и никогда не назначает важные встречи раньше 10 утра. А генеральный директор компании Microsoft, Сатия Наделла, также выбирает более свободный темп для начала своего дня. В интервью журналу Тайм он поделился невероятно простым и быстрым, но при этом очень полезным утренним ритуалом. Этот ежедневный ритуал безумно прост, но его польза не раз подтверждена научными исследованиями. Вам потребуется всего 5 секунд. 5 секунд осознанности в начале каждого дня. Наделла говорит, что первоначально интерес к осознанности ему привела его мать, которая была ученой и изучала санскрит. Его мать изучала практики, которые были описаны в старинных текстах. Но Наделла решил упростить эту задачу и лично для себя разработал намного более простой и понятный ритуал. Позаимствовал он его у доктора, который занимался улучшением показателей одной профессиональной команды по американскому футболу. Вот в чем суть данного ритуала. Когда утром вы открываете глаза, самое первое, что вам необходимо сделать, это сказать спасибо за все, что у вас есть, а также за все, к чему вы стремитесь. Вот и все. В этом весь ритуал. Проще нельзя и придумать. Но если учесть то, что это становится вашим первым сознательным поступком в самом начале дня, этот ритуал оказывает невероятно полезные действия. Искренняя благодарность за все те вещи, которые присутствуют в вашей жизни, а также попытка посмотреть на свое будущее с оптимизмом, занимает всего несколько секунд и кажется невероятно простым действием. Но несмотря на всю свою простоту, это действительно работает, и этому есть множество разных научных подтверждений. Простая попытка настроить себя на позитив, на самом деле может оказать ощутимое влияние на весь ваш последующий день. Ведь во время этого ритуала вы направляете все свое внимание на искреннюю благодарность. А по мнению ученых, благодарность – это один из самых верных способов улучшить свое чувство благополучия. Нейробиологи, которые проводили исследования, пришли к выводу о том, что чувство оптимизма у человека очень похоже на мускул в его теле, в том смысле, что это чувство также поддается тренировкам. Чем чаще вы будете замечать в окружающем себе мире что-то хорошее, тем проще вам будет это сделать в дальнейшем. Наделла объясняет, что когда он выделяет несколько секунд в начале своего дня на благодарность судьбе, он тем самым учит свой мозг распознавать любые, даже самые незначительные поводы для того, чтобы быть счастливым, а также учится находить возможности для дальнейшего роста. И из-за этого даже самый неблагоприятный день может стать чуточку счастливее. По мнению ученых, благодарность и счастье – это взаимосвязанные вещи. Было замечено, что общая удовлетворенность жизнью и уровень счастья повышались после того, как человек в течение какого-то времени благодарил жизнь за все, что он имеет. Поэтому, если говорить о позитивной психологии, то это один из самых простых и доступных навыков, которым стоит воспользоваться каждому из нас. Ведь благодарность означает быть довольным своей жизнью. Вам не нужны какие-то материальные ценности, чтобы быть счастливым. Конечно, желание стать лучше и обладать определенным уровнем комфорта – это хорошо. Но помните, что истинное счастье все равно находится внутри, а не в каких-то материальных ценностях. Просто вспомните о том, как много вы достигли у себя в жизни, а сейчас просто забыли об этом. Сколько всего вы преодолели, как часто вы гордились своими достижениями в первое время, а теперь даже не вспоминайте об этом. Задумайтесь над этим, и вы поймете, что вы уже обладаете тем, чего у многих нет. Поэтому, если у вас найдется всего пара свободных секунд утром, а я уверен, что насколько бы не был загружен человек, пару свободных секунд утром у него найдутся всегда. Попробуйте ритуал Наделлы и посмотрите, как он повлияет на ваши отношения к предстоящему дню.